родных, близких, друзей. И первое слово. Просто мой сын с моим внуком уезжаем, но мой внук хочет прочитать стихотворение Есенина. Даем ему слово. Иди сюда. Артём Мухаммедов. Сергей Есенин стихотворение называется Нивы сжаты, рощи голые. Нивы сжаты, рощи голые. От воды туман и сыры. Колесом за синей горы солнце тихое скатилось. Древняя взрытая дорога ей сегодня премечталась. Совсем-совсем немного, из-за димы себя осталось. Ах, и сам я в чаще воркой увидал вчера в тумане. Наши месяц с жеребенком запрягался в наших саде. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё одно короткое отрывок из Есенин. Сергей Есенин, я иду до римы, не за то, что... Я иду до римы, но за то, что эти латковые перчатки, муглая рука, далеко сияют розовые степени. Широко сияет тихая река. Вот я пытаюсь своих внуков, а это у меня четвёртый внук уже, так? Так что пытаюсь ещё чуть-чуть их приобщить к поэте. И у меня получается. А теперь, дорогие друзья, у нас первое слово просила Зоя Дангак. Вместе учились в РИК-институте. Она из ТУВЫ. Так, какая-то родственница нашего министра обороны Сергея Шойгу. И вот она много пишет, и сейчас нам всё расскажет, что она думает о сегодняшнем вечере и о себе. Добрый вечер, дорогие друзья! Горячий привет из моей горной голубой ТУВЫ. И, дорогая Хар, поздравляю тебя с выходом первой книги. Мы с Ахатом учились на высших литературных курсах, литературных институтов, в течение двух лет. И подружились в очередь. Также в этом литературном институте у меня, кроме Ахата, ещё появились мои одноклассницы. Нина Попова, вот она сидит. Лилия Агадунина. Лилия Агадунина ещё переводит, она татарка, переводит мои стихи с тувинского на русский язык. И сейчас я вам сначала на своём родном тувинском языке четверстищик прошу, а потом на перевод Лилии Агадуниной. Стихотворение называется «И снова мне так хочется жить». «Мен кидердик, тайкалардаш жердей дождьта, теке жече, соуқты тор жоқ сақан дұрда. Дон баштың аразында шығынаш көк, медиколтан беген баш өзборда. Амыдырал, ындық орылшы күштіл бүрбеш, амда, амда, жұртасам». Сейчас перевод Лилия Агадуниной. Вечен холод в горах, как стекло ледяки, сквозь скалу с основания древней земли прорастает ростов, слабо лучих золи, и берез, распусканет свои лепестки. «На мене, посмотри, путта, он говорил, вдохновляюсь, и мне снова так хочется жить. Амда, амда, жұртасамшыз». Так, сегодня на таких, на таких творческих праздниках действительно лекует душа, действительно очень хочется жить. Поэтому, дорогой Агад, спасибо, что ты депислили книгу, и через 9 месяцев тоже будешь рожастром, вторую книгу. Так, что тебе здоровья, творческих успехов. На первом курсе я Агаду тоже посудила стихотворение, но там маленькое стихотворение, там кончается стихотворение, и ты будешь поэтом Агад, так кончается. Но сейчас Агад действительно стал поэтом. Ещё раз поздравляю с твоим праздником. И всем вам тоже, всем вам тоже здоровья, счастья и удачи. Спасибо.